МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В частности, летом и осенью. Почему я это говорю? Потому что меня предупредили, что, в том числе, бывшие сотрудники СИБА, не буду называть их имен, о том, что можно ждать бесчинства от наших коллег из центральной власти. Та-да-да-да. Я вижу эту картину Майя Санду ночью, специально сняв свои туфельки на каблучках, чтобы не цокать, крадется к унитазу и бросает туда таблетки. Достаточно одной таблетки. Что будет дальше? Дерматаблетка, конечно же, порвет нашу матрицу. Через час после ее попадания в канализацию умрут социалисты. Через два часа вся строительная мафия. Ну, а через три часа все остальные. Конечно, мы по этому поводу обратились в специальные НИИ дерматаблеток, для того, чтобы определить, что ждет Кишинев в случае такой страшной катастрофы и провокации. Что обычно бывает, когда кто-то бросает дерматаблетки в унитаз? Что происходит с такими городами? Нам пришел ответ из НИИ дерматаблеток. Они говорят, что, к сожалению, они не могут прокомментировать заявление господина Иона Чабана, потому что не знают, какие именно таблетки он употреблял перед тем, как ему пришло в голову такое озарение. Ну, а наши политики тоже продолжают нас удивлять, иногда радовать, но иногда даже пугать. Как в случае с Чабаном, но пугает нас и платформа, да. Есть такой политический труп, который лежит в состоянии клинической смерти, то есть как бы, ну, не совсем еще труп, но в клинической смерти. И вот, как, знаете, бывает с мертвецами, шевелится рука, выходят газы, моргает. Ну, и иногда вот даже делает движение ртом, и из рта вылетают разные звуки. Вот сейчас, в частности, на этой неделе вылетели звуки, и они были озвучены Василием Настасой, который сказал, «Я был поражен, узнав, что этой страной правит истинный грязное орудие бывших олигархов. Компрометация законности из-за таких нарушений может быть непоправимой». Имен, конечно, он никаких не назвал, ничего конкретного не сказал, но ужаса и мрака нагнал. Какие-то черные, темные личности правят Молдовой, дискредитируют демократию, и вообще просто кошмар и ужас. Но и, опять-таки, со стороны этого же трупа платформы, да, прилетели еще и другие новости. Арина Спетару, которая была их депутатом в парламенте, от их фракции, она заявила о том, что покидает партию. «Не знаю, почему я тогда решил остаться до конца, буквально в болоте». Потому что она сначала заявила о том, что она еще хотела в зиму и в феврале уйти. Но он говорит, «Не знаю, почему я осталась в этом болоте». «Все мы знаем, что говорить правду не всегда полезно и удобно». Отметила Спетару. То есть зимой она думает такая, «Уйду-ка я из этого болота». А тут, хоп, говорят, будут новые выборы в парламент. Может быть, опять попадешь в парламент. Можно будет там опять сидеть 4 года, получать хорошую зарплату. В общем, быть депутатом – это классно. И думает она такая, «Эй, посижу я еще немножко в этом болоте». Конечно, болото, оно и есть болото, но зато так тепло там, так хорошо. Ну а когда выборы продули, то, конечно, оно сразу стало холодным это болото, мрачным и неинтересным. И госпожа Спетару ушла. Ну а тем временем, говорят, в Приднестровье есть такая территория, будут проходить выборы президента. Есть на этой территории человек, который считает себя президентом. И иногда они меняются, там становятся другие. Ну так вот, и уже появляются кандидаты, которые говорят, что «Я хочу быть президентом». «Нет, я хочу быть президентом». И в частности, лидер Коммунистической партии Приднестровья Олег Хоржан, который находится в тюрьме, заявил о том, что он тоже намерен участвовать в выборах президента так называемого Приднестровья. Тут на самом деле, знаете, он, наверное, в самом лучшем положении всех остальных кандидатов, ну кроме кандидата, который от власти, потому что он уже сидит. То есть как бы хуже ему стать не должно. Потому что у остальных тех, кто выйдет и объявит о том, что они хотят участвовать в этих президентских выборах, у них есть большой шанс оказаться в камере рядом с Хоржаном. Но он как бы там уже обжился, уже как, ну насколько можно нормально жить в Приднестровской тюрьме, а для остальных это будет немножко шок. И эту практику могут перенять и другие оппозиционеры, например, российские. Но, кстати, там Навальный уже тоже предусмотрительно уже сидит в тюрьме заранее. Может быть и в других странах, где такие же режимы, тоже есть смысл оппозиционерам сначала садиться в тюрьму, а уже потом участвовать в выборах. Ну, чтобы не получилось, наоборот. Сначала идет на выборы и оказывается в итоге в тюрьме. Ну, конечно, это не так уж смешно, как хотелось бы, потому что это достаточно грустная история, что в 21 веке в Европе есть территории, на которые человек может попасть в тюрьму просто за то, что критикует власть. Мы себе это не можем представить в Молдове, потому что любой из нас может выйти критиковать нынешнюю власть, прошлую власть. И максимум, что вам достанется, это обида от самих властей и от их окружения. Но, в принципе, больше ничего не будет. А вот есть места, где можно реально загреметь за это в тюрьму. Как вы думаете, кто на первых местах на получение статуса беженца в Германии? Может быть, это жители Сомали или жители Афганистана? Может быть, еще какой-то территории, где идет война, где межплеменная рознь? Нет. Это жители нашей Молдовы. И здесь мы молодцы. И здесь мы на первых местах. В столице Германии, Берлине, среди соискателей статуса беженца около 900 человек. Это наши граждане Молдовы. Как заявил пресс-секретарь ведомства по делам беженцев Саша Лангенбах, несколько месяцев подряд граждане Молдовы лидируют по числу запросов на предоставление убежища в Германии. 50-60% от общего количества заявок. Вот какая история. Мы лидируем на получение статуса беженца в Германии. Собственно, нет никаких поводов для получения статуса беженца. Мы лидеры по получению статуса беженца в Германии. Кстати, мы знаем двух беженцев, которые, но они, правда, не в Германии. Они в Англии, Кавкалюк и Платон. Я не знаю, кстати, интересно, они живут вместе, снимают комнату вместе. Все-таки там дорогая недвижимость. Как-то, ну, знаете, беженцам, нашим мигрантам, им лучше собираться вместе, вместе оплачивать, на такси вместе ездить, на работу тоже можно сэкономить. Вот когда двое, это же удобнее. Ну, я не знаю, эти двое там вместе или нет. Ну, ладно, вернемся к Германии. От чего бегут наши граждане? На самом деле не от чего, а к чему. Они бегут к немецкой великолепной системе, где ты подаешь заявку на получение статуса беженца. Государство медленное, бюрократическое рассматривает твою заявку очень долго, но у тебя за эти год, минимум год, полтора, а иногда даже два года, тебе дают жилье, тебе дают стипендию или пособие, и тебе дают возможность изучать бесплатно немецкий язык. Конечно же, ни один наш человек мимо такой халявы пройти не сможет. Поэтому нас становится все больше и больше, и в итоге может так оказаться, что туда перебежит большинство граждан Молдовы. Статус, кстати, они никто не получат. Через два года они все вернутся, но два года покайфовать в Германии, это тоже неплохо. И напоследок, наши люди бегут не только из Молдовы. Через границы у нас перемещается много чего интересного. Но и не только это, в том числе через границу движется контрабанда. На этой неделе пограничная полиция сообщила о том, что был задержан самолет Ан-2, который имел украинскую регистрацию, в селе Малая Глинная Единецкого района. В поле был оборудован аэродром, куда этот самолет приземлялся, взлетал, улетал, там были посадочные огни, то есть все было очень так по-взрослому. И кто-то подумает про контрабанду, дескать, таскали туда-сюда сигареты, наверное, или водку, или что они там могли таскать, спирт. Но я почему-то вспомнил, знаете, этот старый анекдот про колхоз, когда председатель говорит, друзья, мы продали урожай, советский колхоз собрал председатель, в клубе весь актив, собрали урожай, у нас появились средства, что будем делать? Может, отремонтируем коровник? Кричат из зала. Другой человек кричит, давайте купим трактор. Ну, а в это время дед Кузьмич кричит, фанюру купим, давайте фанюру купим. И так продолжается очень долго, там идут разные предложения, построим школу, отремонтируем садик, проложим новую дорогу, а дед кричит, фанюру, фанюру. И когда это всем надоели, он говорит, дед, ну нахрена тебе это фанюра? Он говорит, купим фанюру, построим Яроплан, и улетим отсюда все нахер. Видимо, некоторые наши граждане живут по такому принципу, потому что в Германии нас уже много, Яропланы к нам уже прилетают, нелегальные, то есть чувствуется, что страна потихоньку куда-то пытается уползти. В общем-то, вот и весь сарказм этой недели. Видите, сегодня меньше было политиков, потому что политики у нас сейчас как бы перестраиваются, думают, чем бы им заняться новым. Вот некоторые политические трупы немножко дергаются, некоторые совсем уже умерли, ну а некоторые только хотят родиться. Но об этом мы будем говорить в дальнейших наших передачах. Всего вам доброго, пока.